Привет, бейскауты, с вами Кьюбайт. Это спонтанное резкое видео, вот прям сел и записал, но скрывать уже нечего, по названию и по прививу вы знаете, что это распаковка PlayStation 5. Она еще запакована, вот только-только я ее получил, в другую сторону лицевую показать не могу, там просто данные. Сейчас вместе с вами распакую и много чего есть обсудить, ну и в общем, конечно, распакуем, посмотрим. Я уже хочу сегодня же продолжить проходить Майлза Моральса, но на PlayStation 5. То есть на прохождение на канале я начал, но играю на своей PlayStation 4 Pro, которая в паучьем дизайне. Теперь буду на PlayStation 5. Итак, вот она красавица, PlayStation 5. Вот такая коробка сразу, несколько, но эту PlayStation мне действительно прислала компания Sony PlayStation. Как и всем сейчас, кто получил PlayStation, сделали обзоры, потому что она еще в России официально не вышла 19 ноября. Но, это не значит, что в этом обзоре будет какая-то хвальба PlayStation, или я там буду такой, у-у-у. Мне ничего не говорили. В прямом смысле этого слова я даже не знал, что мне придет сегодня PlayStation. Это было абсолютным сюрпризом. Я буду распаковывать и сразу говорить, здесь все равно супер обложка. А, нет, мы сначала посмотрим, что здесь и как. Давайте поближе покажу вам коробку. На лицевой части изображена сама PlayStation 5. Это издание с дисководом, поэтому она слегка расширена с одного края. Далее, это, конечно, новый геймпад DualSense, который как раз-таки самый клевый во всей этой коробке, потому что PlayStation, да, красивая, да, новая, но, как я понимаю, самое крутое здесь это именно геймпад. Справа сверху мы видим некоторые обозначения. Это 8К, 4К, 120 FPS и HDR. И еще одно но. Мы на стриме собирали на PlayStation 5, мы на нее собрали. И, конечно же, я мог бы сделать в тайну, и типа, я там 19 ноября якобы получил предзаказ, и вот она, вот она, вот она PlayStation, которую мы собирали. А на самом деле деньги забрать себе, но это было бы некрасиво. Поэтому, да, эту PlayStation мне прислала PlayStation, но также собраны деньги на PlayStation. Я думаю, что с ними сделать, то есть купить PlayStation разыграть или что-то другое купить разыграть. Короче, свои варианты в комментарии. Ну, наверное, стоило бы спрашивать, конечно, тех, кто донатил, но в целом спрашиваю всех. Мое слово все равно, конечно, последнее будет, так как деньги сейчас у меня. Я за то, чтобы купить новую PlayStation 5, другую, то есть не мою, новую PlayStation 5 и разыграть ее на канале. Первое, что здесь идет, это инструкция, макулатура различная, но бывает полезно. Это что? О, кабель питания. Он совсем тоненький, маленький. Я даже такой, вот, это кабель питания. Просто вставляешь один край в PlayStation, другой край в розетку. Ооо, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот он, новый DualSense. Впервые. Его про... Блин, он, кстати, тяжеленький. И ощущается, как будто... Это, не знаю, это не металл, конечно, но ощущается, как будто он металлический. Он еще такой холодный после улицы. Вот так он выглядит. Давайте сравним с PlayStation 4. Вот они, два красавца. На этом я сейчас играю в Майлза Моралеса и вообще во все в целом игра. Это мой основной геймпад. Это мой новый основной геймпад. В целом, в будущем Sony и PlayStation, скорее всего, будут выпускать сменные вот эти панели, насколько я понимаю. И их можно будет менять на разные цвета. Может быть, знаете, они будут лимитированные какие-то. Короче, эту штуку можно будет кастомизировать. Стики здесь серебристые. Вообще, давайте по ощущениям. Во-первых, здесь новые вот эти триггеры. Они адаптивные, и это позволяет разработчикам игр делать в играх какие-то вещи, которые будут влиять на вот эти триггеры. То есть, например, вы натягиваете лук. Вот это во всех обзорах было, но я просто повторюсь и даже включу видео с примером, как это работает. Вы, например, что-то тянете в игре, и вам с каждым продавливанием новым, с каждой новой секундой, вам все тяжелее нажимать именно вот этим пальцем на крок. То есть, он как бы обратно тебя отталкивает, и из-за этого создается особая атмосфера. Ну и здесь, конечно, есть специальный вибромоторчик, который тоже вибрацию отдает. Вот ощущается обалденно, но, на мой взгляд, очень похоже на то, что было здесь, но единственное, вот этот геймпад теперь ощущается слегка таким игрушечным. То есть, нет, в нем ничего не трещит, он абсолютно целый и нормальный, и я на нем играю, в общем, бед не знал. Но вот эти триггеры, они, конечно, вот здесь гораздо прикольнее. Здесь чувствуется пружина, которая тебе уже сейчас отдает, хотя он выключен. И этот геймпад из-за того, что он легче, он кажется каким-то игрушечным. И даже ничего не трясется, слышите? Вообще обалденно. И он тяжелый, я люблю, когда немного, так знаете, увесисто, в руке ощущается тяжело, ты понимаешь, что это вещь. Он, кстати, не белый, я думал, что он вот прям белесый-белесый-белесый, например, как бумага, но по нему видно, что он такой слегка серенький, вот что-то вроде этого. Такой даже металлик слегка. И, конечно, пора достать саму PlayStation. Так, это для него USB Type-C, да, он заряжается с помощью Type-C, что клево, потому что, ну, новое поколение кабелей, сейчас все пользуются Type-C проводом. Здесь, кстати, есть для платформы, но я так понимаю, на старый он не подойдет? Да, все новенькое. О, здесь, кстати, логотип PlayStation, прикольно. То есть не кружок, а именно логотип PlayStation, на него нужно нажимать, клево. Далее здесь идет подставка для PlayStation. Она идет в комплекте, то есть вы можете ее поставить или стоя, или положить. Мне нравится, конечно, когда она стоит вертикально, скажем так, но можно и горизонтально поставить, здесь все это должно быть. Обалденный HDMI, я советую вам его не потерять никогда, потому что, ну, на самом деле это довольно дорогой HDMI, который будет сложно потом купить и найти еще один такой. Ну, может быть, не сложно, но он будет действительно стоить денег, потому что это 4K 120 Гц, по идее. Должен быть HDMI и такие штуки. Я вот недавно покупал 4K 60 FPS, я такой, нифига себе не стоит. Из коробки для яиц я достаю саму PlayStation 5. Вот она. Где она, где она, где она? О-о-о! Вот так она выглядит. Ну, она действительно большая, но я бы не сказал, что сильно. То есть я ожидал... Вот знаете, все там говорили, она огромная и тяжелая. Ну да, она действительно большая и такая тяжеленькая. Кстати, она... Ой. Прикольно, она настолько холодная, что здесь мои теплые следы пальцев остаются. И она, заметьте, тоже не белая. Вот, например, сейчас опять же белый цвет для сравнения. Вот, белый. И посмотрите, какая она. Она такая слегка синевой и даже серостью. Но это клево, что она не чисто белая. По ощущениям, у нее корпус такой твердый. Я не знаю, вот из-за холода она кажется вообще металлической. Но в целом очень простенькая, но в то же время красивая, футуристичная. И, конечно же, я жду лимитированной версии, когда выйдет там Человек-паук 2. То я жду паучей версии этой консоли. Конечно же, какие-то обзоры PlayStation 5 мне делать смысла нет. Потому что, ну, я никакой не обзорщик там консоли и вообще подобной техники. Я даже вот сейчас на вскидку не знаю, что там можно рассказать. Конечно, мне в нее нужно поиграть. Я это сделаю сейчас прямиком. То есть я после этого ролика поставлю на загрузку Майлза Моральса. И прохождение на моем канале вы сможете продолжить смотреть уже в PlayStation 5 версии. Там ретрейсинг, все дела, красота. Конечно же, я хочу поиграть еще в ремастер Человека-паука, который изначально выходил на PlayStation 4. Но теперь его сделали, перевыпустили для PlayStation 5. Там новое лицо Петера Паркера. Там есть несколько режимов. То есть есть ретрейсинг. Так, конечно, уже новые костюмы там доступны. Там есть режим ретрейсинг. То есть это прям красивая игра. Есть режим 60 FPS. Это очень плавная игра. Но единственное, я бы хотел еще кое-что снять с друзьями про эту консоль. То есть там есть игра Астробот, которая раскрывает как раз-таки возможности геймпада. И я, возможно, специально не буду трогать эту игру. Она сразу вшита в консоль. Она идет. Я ее трогать не буду. И мы с друзьями поиграем. Вот мне интересно их эмоции увидеть, мои эмоции. Ну и вам это показать. Короче, пишите в комментариях, что вы думаете. По поводу, давайте, по поводу доната. По поводу, что нам сделать с ремастером. Потому что ремастера Паука я хочу поиграть. Наверное, сделаем это на стриме прохождение. Или как это оформить лучше. Отдельными роликами, наверное, слишком долго. И будет как бы канал забивать. И люди, которые смотрели, неинтересно будет. А вот стримами, наверное, попроще. Короче, дайте знать в комментариях по поводу этого. И по поводу, что доната. Подписывайтесь на канал. Добиваем до трех миллионов. Спасибо, что посмотрели распаковку. Пока. Я побежал устанавливать Майлза Моралеса.